Музыка Прежде чем начать снимать наши видео уроки, мы просмотрели огромное количество таких же уроков в интернете. На всевозможных сайтах начинают Ника Болитей и кончают и испанскими, и голландскими сайтами. Даже не понимая языка, можно было четко увидеть то, что они объясняют. В целом, все уроки там очень правильные, очень хорошие, но они не дают некоторых нюансов, которые являются самыми важными. Может быть, они это не дают по причине, что они хотят, чтобы люди приехали и объяснили это на месте. Может быть, они просто это не знают. Но вот я хочу сакцентировать именно сейчас внимание на тех вещах, которые вы не найдете в интернете на иностранных сайтах. Вы не найдете в интернете на иностранных сайтах то, что ракетка и основание ладони обязательно должны взаимодействовать с Землей, должны почувствовать тяжесть. Там нет упоминания о том, что разгон идет по эллипсу. Да, они говорят, что удар должен быть обязательно широко, сопровождение должно быть очень длинным. Но за счет чего делается это сопровождение и как вам не опоздать в точку удара? Что выносит? Что выносит лучше, быстрее всего основание ладони, ну и, соответственно, ракетку в точку удара? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое короткое расстояние до мяча, после того, как начала выпрямляться нога, и вы опустили предплечье вниз или начали опускать предплечье вниз, делаете ли вы это сбоку, в закрытой стойке, в открытой стойке, двигаясь, все равно первое движение, эта рука идет вниз. Следующее. После того, как начала выпрямляться опорная нога и разворачивается корпус, неударная рука уходит из точки удара. И вот здесь самое важное, что расстояние до точки удара – это самое кратчайшее расстояние от вашего локтя до мяча. Локоть. Самое важное, что если вы не хотите опоздать, локоть должен двигаться по прямой. По прямой. Эту траекторию вы задаете плечами. Если у вас на этом движении хоть чуть-чуть уходит локоть в сторону, а это очень частая ошибка, очень часто. Это происходит за счет того, что головка начинает слишком рано выходить вперед, слишком рано начинает поднимать предплечье. У вас получается очень короткое сопровождение, и плюс теряется энергия, которую вы пытаетесь получить в разгон от земли через корпус в основании ракетки. Все тело – это как редуктор. Большие части тела разгоняют малые части тела. Самое важное при этой передаче – не потерять энергию. Локоть – это та часть тела, которая стоит напротив плеча. Вы через плечо, через заднюю сторону спины передаете силу, взятую от земли, в основание ладони. Я всегда возвращаюсь к основанию ладони, потому что это самая важная часть руки. Это то, чем вы попадаете в корт. Всем остальным вы только разгоняете, попадаете в корт. Вы только вот этим местом. И если вы на каком-либо отрезке вашего выноса и потом окончании уберете локоть в сторону, это будет равносильно тому, как если вы разогнались, будучи ребенком, бегая на переменах, играя в салочки, вы разогнались в кого-то или хотите его толкнуть, а в самый последний момент этот человек взял и отошел в сторону. Вы просто упадете. Причем упадете очень далеко. В теннисе этого не произойдет, вы не упадете. Вы просто скрутитесь. Скрутитесь в непредсказуемом направлении. Вы можете уйти сюда, можете сделать, если локоть ушел, у вас может заболеть, у вас перестанет вращаться корпус сразу. Как только локоть уходит в сторону, тот же корпус перестает вращаться. Ему незачем это делать. Инстинкт самосохранения говорит вам, что дальше, если вы продолжите ваше движение, вы упадете. Что потребностей больше нет, потому что сила начала уходить в сторону. И вы сколько угодно, как тренер, можете говорить вашему ученику, вкладывайся, вкладывайся до конца. Вы понимаете, вы знаете, что должно раскручиваться бедро, что должен выходить в удар корпус. Противоположная часть спины задняя, часть спины лопатка прогнута. Вы все это знаете, а игрок не делает. Сколько вы о нем не добиваете? Обратите внимание на локоть. Обратите. Если локоть уходит в сторону, тут же тормозится нога, и тут же тормозится корпус. Тормозится все, иначе вы упадете. Мы немножко разобрались с выносом до точки удара. Дальше начинается сопровождение. Я возьму полуоткрытую стойку. В принципе, это не важно. Это делается в любой стойке бедро. Когда вы дошли до точки удара, это не значит, что ваши плечи остановились. Удар справа. Я почему все время возвращаюсь? Потому что в начале урока я сказал, что, в принципе, удар справа – это кружева. И рассказать о нем линейно – это будет по-заученному, это будет сухо. Удар справа в современном теннисе – это гремучая смесь. Гремучая смесь поступательного движения с вращательным. Поступательное движение – это ваша плотность, ваша сила. Вращательное движение – это ваша точность. Это скорость вашей ракетки. Если у вас есть только поступательное движение, скорость вашей головки на выносе меньше скорости прилетающего мяча на определенном уровне. И если скорость головки меньше прилетающего к вам мяча после отскока, естественно, не слета, то он просто будет съезжать со струн. Именно такое происходит с людьми, когда они переходят на чуть-чуть более высокую скорость мяча или чуть-чуть в более неудобную точку удара. Когда точка удара начинает от них уходить, у них скорость головки оказывается меньше скорости прилетевшего мяча. И можно сказать, что скорость головки должна быть всегда выше прилетевшей скорости прилетевшего мяча. Редактор субтитров А.Семкин